Паче всего возлюби молчание, потому что приближает тебя к плоду, язык же немощен изобразить оно. Сперва будем принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится для нас нечто, приводящее к самому молчанию. Да подаст тебе Бог ощутить что-либо рождаемое молчанием. Если же начнешь с им житием, то не умею и сказать, сколько света воссияет тебе отсюда. Не думай, брат, что, как рассказывают о чудном Арсении, когда посещали его отцы и братья, приходившие видеть его, а он сидел с ними молча и в молчании отпускал их от себя. Все сие делал он совершенно по воле и что вначале не принуждал себя к этому. От упражнения всем деланий со временем рождается какое-то удовольствие и насильно ведет тело к тому, чтобы пребывать в безмолвии. И множество слез рождается у нас всем житии, и в чудном созерцании сердце раздельно ощущает в них что-то в иное время с трудом, а в иное с удивлением, потому что сердце умаляется, делается подобно младенцу, и как скоро начнет молитву, льются слезы. И велик тот человек, который терпением членов своих приобрел внутренно в душе своей чудный сей навык. Когда на одну сторону положишь все дела жития сего, а на другую — молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах. Много советов у людей, но когда сблизится кто с молчанием, излишним для него будет делание хранения их, и излишними окажутся прежние дела, и сам он окажется превзошедшим сие делание, потому что приблизился к совершенству. Молчание помогает безмолвию. Как же это? Живя во многолюдной обители, невозможно не встречаться нам с кем-нибудь. И равноангельный Арсений, который больше всех любил безмолвие, не мог избежать всего. Ибо невозможно не встречаться с отцами и братьями, живущими с нами, и встречи это бывают неожиданно. Человеку необходимо идти в церковь или в другое место. Все это видел достоблаженный он и муж, и именно что невозможно ему избежать всего, пока человек близ человеческой обители. И когда часто бывал в невозможности по месту жительства своего удалиться от сближения с людьми и монахами, живущими в тех местах, тогда научен был благодатью сему способу, непрестанному молчанию. И если, когда по необходимости некоторым из них оттворял дверь свою, то увеселялись они только лицезрением его, а словесная беседа и потребность в ней стали у них излишними. Многие из отцов лицезрением Сим приведены были в состояние охранять себя самих и умножать духовное богатство, воспользовавшись уроком, каким служило для них лицезрение блаженного. И некоторые из них привязывали себя к камню, или связывали веревку, или томили себя голодом, в то время как рождалось в них желание идти к людям, потому что голод много способствует к укращению чувств. Находил я, брат, многих отцов, великих и чудных, которые более, нежели о делах, прилагали попечение о благочении чувств и о телесном навыке, потому что отсюда происходит благочение помыслов. Много причин встречается человеку вне его воли, которые заставляют его выходить из пределов свободы своей. И если не будет он охраняем в чувствах своих предварительно снисканным неослабным навыком, то может сделаться, что долгое время не войдет он сам в себя и не обретет первоначального мирного своего состояния. Приспияние сердца – помышление о своем уповании. Приспияние жития – отрешение от всего. Пометование о смерти – добрые узы для внешних членов. Приманка для души – радость, производимая надеждою, процветающую в сердце. Прирощение ведения – непрестанное испытание, каким ум ежедневно подвергается внутренно вследствие двояких изменений. Ибо если от уединения рождается в нас иногда и уныние, и сие, может быть, попускается по Божью усмотрению, то имеем превосходное утешение надежды, слово веры, которое в сердцах у нас. И хорошо сказал один из мужей богоносных, что для верующего любовь к Богу достаточное утешение даже и при погибели души его. Ибо, говорит он, какой ущерб причинят скорби тому, кто ради будущих благ пренебрегает наслаждением и упокоением. Даю же тебе, брат, и сию заповедь. Пусть у тебя всегда берет перевес милостыня, пока на самом себе не ощутишь той милости, какую имеешь ты к миру. Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть в себе самих то подобие и тот истинный образ, какой есть в Божьем естестве и в сущности Божьей. Сим и подобным сему будем просвещаться для того, чтобы нам с просветленным произволением подвигнуться к житию по Богу. Сердце жестокое и немилосердое никогда не очистится. Человек милостивый, врач своей души, потому что как бы сильным ветром из внутренности своей разгоняет он омрачение страстей. Это, по евангельскому слову жизни, добрый долг, данный нами взаем Богу. Когда приближаешься к постели своей, скажи ей, в эту ночь, может быть, ты будешь мне гробом постеля, и не знаю, не придет ли на меня в эту ночь вместо сна временного вечный будущий сон. Поэтому пока есть у тебя ноги, иди во след делания, прежде, нежели связан ты будешь узами, которых невозможно уже будет разрешить. Пока есть у тебя персты, распни себя в молитве, прежде, нежели пришла смерть. Пока есть у тебя глаза, наполняй их слезами, прежде, нежели покрыты будут они прахом. Как роза, едва подует на нее ветер, увядает, так если внутри тебя дохнуть на одну из стихий, входящих в состав твой, ты умрешь. Положи человек на сердце своим, что предстоит тебе отшествие, и непрестанно говори себе, вот у двери уже пришедший за мною посланник, что же я сижу, приселение мое вечно, возврата уже не будет. Кто любит собеседование со Христом, тот любит быть уединенным, а кто любит оставаться со многими, тот друг мира сего. Если любишь покаяние, возлюби и безмолвие, ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства. И если кто будет противоречить всему, не входи с ним в состязание. Если любишь безмолвие, матерь покаяния, то с удовольствием излюби и малый телесный вред, и укоризны, и обиды, какие польются на тебя за безмолвие. Без этого предуготовления невозможешь жить в безмолвии свободно и невозмутимо. Если же будешь пренебрегать сказанным, то соделаешь сопричастником безмолвия по воле Божией, и пребудешь на безмолвии сколько благоугодно будет Богу. Приверженность к безмолвию есть непрестанное ожидание смерти. Кто без сего помышления вступает в безмолвие, тот не может понести того, что всеми мерами должны мы терпеть и сносить. Зная то рассудительный, что избираем уединенное жительство с душами своими, безмолвие и затворничество не для дел, простирающихся сверх правил, не для того, чтобы их сделать. Ибо известно, что к этому, по причине телесного рвения, способствует более общение с многими. И если бы необходимо было сие, то некоторые из отцов не оставили бы сопребывания и общения с людьми, а другие не стали бы жить в гробах, и иные не избрали бы себе затвора в уединенном доме, где, всего более расслабив тело и оставив его вне состояния исполнять наложенные именно себя правила, при всевозможной немощи и телесном истомлении, с удовольствием целую жизнь свою переносили еще тяжкие, постигшие их болезни, от которых не могли стоять на ногах своих, или произнести обычную молитву, или словословить устами своими, но даже не совершали псалма или иного чего, совершаемого телом. И вместо всех правил достаточно для них было одной телесной немощи и безмолвия. Так вели они себя все дни жизни своей, и при всей этой мнимой праздности никто из них не пожелал оставить свои кельи и, по причине неисполнения ими правил своих, идти куда-нибудь вон, или в церквах возвеселить себя глазами и службами других. Восчувствовавший грехи свои, выше того, кто молитвою своей воскрешает мертвых, когда обитель его будет среди многолюдства. Кто один час провел, воздыхая о душе своей, тот выше доставляющего пользу целому миру своим лицезрением. Кто сподобился увидеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов. Ибо последний входит в общение очами телесными, а первый – очами душевными. Кто последует Христу в уединенном плаче, тот лучше похваляющегося собою в собраниях. «Никто да не выставляет на среду сказанного апостолом, молил быхся аз, отлучен быти от Христа». Послание к римлянам, глава 9, стих 3. «Кто приял силу Павлову, тому и повелевается это делать. А Павел для пользы мира поят был пребывающим в нем духом, как сам засвидетельствовал, что делал сие не по своей воле. Ибо, говорит он, нужда мина лежит, горе же мне есть, аще не благовествую». Первое послание к коринфянам, глава 9, стих 16. «И избрание Павла было не для того, чтобы показать ему образ своего покаяния, но чтобы благовествовать человечеству. Для сего приял он и преизбыточествующую силу». Впрочем, будем мы, братья, любить безмолвие, пока мир не умерщвлен в сердцах наших. Будем всегда пометовать о смерти и всем помышлении приближаться к Богу сердцем своим и пренебрегать суеты мира. «И презренными соделаются в глазах наших мирские удовольствия. С приятностью в болезненном теле претерпим всегдашнюю праздность безмолвия, чтобы сподобиться наслаждения с теми, которые в вертепах и пропастях земных Чают славного откровения Господа нашего с небеси. Ему и Отцу Его и Святому Его Духу Слава и Честь и Держава и Велелепие во веки веков. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст Толкование на Евангелие от Матфея Парисеи же, слышавши якобы с Рами Саддукеи, собрашися в купе, и вопроси един от них закону Учителя, скушая Его и глаголя, Учителю, кая заповедь больший есть в законе. Глава 22 стихи с 34 по 36 Опять евангелист представляет новую причину, по которой фарисеям надлежало бы умолкнуть, и таким образом еще более обнаруживает дерзость их. Как же это? Спаситель уже заградил уста Саддукеев, и фарисеям после этого надлежало бы замолчать. Но вот они опять приступают к Нему, опять с прежним злобным намерением заводят с Ним спор и поцелают к Нему законника, не с тем, чтобы научиться, но чтобы искусить его, и спрашивают, какая первая заповедь. Они знали, что первая заповедь «Возлюбишь и Господа Бога твоего», но ожидали, что Спаситель поправит ее, назвав Себя самого Богом, и через то, подаст им случай, обвинить его, а потому и предложили такой вопрос. Что же отвечает Христос? Желая показать, что они предлагают этот вопрос потому, что вовсе не имеют любви, но и стаивают от злобы и снедаются завистью, Он говорит «Возлюбишь и Господа Бога твоего, сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей, возлюбишь и ближнего твоего, яко сам себе». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. Почему же подобна ей? Потому что вторая пролагает путь к первой и взаимно поддерживается ею. «Всяк, бо сказано, делая ей злая, ненавидит света и не приходит ко свету» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. И в другом месте «Рече безумен в сердце своем несть Бог» Псалом 13. А что отсюда происходит? «Растлеша и омерзишася в начинаниях» Псалом 13. И еще «Корень всем злым есть цребролюбие, Его же нец и желающа, заблудиша от веры» Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. И «Любяй мя заповеди моя соблюдает» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. А из всех заповедей Его главная заповедь «Возлюбишь и Господа Бога твоего, и ближнего твоего, яко сам себе». Итак, если любить Бога, значит любить ближнего, так как Спаситель сказал Петру, «Если ты любишь меня, паси овец моих» Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 16, а любовь к ближнему имеет плодом своим хранение заповедей, то истинно сказано «Сию обою заповедью весь закон и пророцы весят» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. «Потому, как прежде поступил Спаситель, так поступает и теперь». Там на вопрос Саддукеев о том, каково будет воскресенье, он сказал больше, нежели сколько содержалось в вопросе для того, чтобы научить их. Так и здесь, будучи спрошен о первой заповеди, приводит и вторую, почти столько же важную, как и первая. Она хотя и называется вторую, но подобна первой. Этим он давал им заметить, из какого источника происходил их вопрос, то есть от злобы, ибо любы не завидят. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. Таким образом Спаситель доказал, что он повинуется и закону, и пророкам. Но почему евангелист Матфей говорит о законнике, что он искушая предложил вопрос, тогда как Марк говорит обратное, «Видев, говорит он Иисус, як осмысленно отвеща речей ему, недалече еси от Царствия Божия». Евангелие от Марка, глава 12, стих 34. Тут нет никакого противоречия. Напротив, евангелисты совершенно согласны между собою. Сначала законник спросил его, искушая, но потом воспользовался ответом Спасителя и получил от него похвалу. Спаситель не с самого начала похвалил его, но когда законник отвечал, что любит ближнего, больше всех всесожжений, тогда уже Господь сказал ему, «Недалече еси от Царствия Божия», потому что он, презрев низшие обязанности, постиг, в чем состоит начало добродетели. Все ведь прочие обязанности, как то хранение субботы и другие, имеют целью любовь. Впрочем, Спаситель не присвояет ему совершенной похвалы, а показывает, что ему еще многого не достает. Слова «Недалече еси от Царствия» означают то, что он еще не достиг его, и сказаны с тем намерением, чтобы он искал, чего ему не достает. А что Спаситель похвалил его, когда он сказал, «Един есть Бог, и несть ин разве Его» Евангелие от Марка, глава 12, стих 32, не удивляйся тому, но познай отсюда, как он применяется к понятиям приходящих к Нему. Пусть они говорят о Христе весьма много такого, что не достойно славы Его, только бы не дерзали совсем отвергать бытия Божия. Итак, за что же он хвалит законника, когда он сказал, что кроме Отца нет иного Бога? Это не значит того, чтобы Иисус Христос не признавал себя Богом, да не будет. Но так как не пришло еще время открыть Ему свое божество, то Он и оставляет законника при прежнем учении и хвалит Его за то, что Он хорошо знает древний закон, чтобы таким образом сделать Его способным к принятию учения иного заветного, когда оно открыто будет в приличное время. Кроме того, слова «Един есть Бог» и «несть ин разве Его» как в Ветхом Завете, так и в Новом, приводятся не в опровержении божества Сына Божия, а для того, чтобы отличить идолов от истинного Бога. С этой мыслью и Спаситель хвалит законника, произнесшего данные слова. Потом, давши ответ на его вопрос, Иисус и Сам спросил фарисеев, «Чтося вам мнит о Христе? Чий есть Сын?» Глаголоши Ему – Давидов. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 42. Итак, смотри, сколько Он сотворил чудес и знамени, сколько предложил других вопросов, сколько представил доказательств Своего единомыслия со Отцом и в словах, и в делах, какую приписал похвалу законнику, сказавшему «Един есть Бог», прежде нежели предложил этот вопрос, чтобы фарисеи не могли сказать, что хотя Он и творит чудеса, но оказывается противником закона и врагом Божиим. Вот почему этот вопрос Он и предлагает после столь многих доказательств, неприметным для них образом, приводя их к признанию и Его Богом. И прежде Он предлагал подобный вопрос ученикам Своим, но сперва спросил их, «За кого почитают Меня другие?» А потом уже «За кого они сами?» Но фарисеев спрашивает иным образом. В противном случае они, привыкши все говорить без всякого страха, тотчас назвали бы Его обманщиком и злым человеком, поэтому Он и требует их собственного суда. Так как Спаситель хотел идти на страдания, то и приводит теперь такое пророчество, в котором Он ясно назван Господом, и делает это не просто и не без причины, но имея для того достаточное основание. Так как они на первый вопрос Его не дали правильного ответа, назвав Его простым человеком, то в опровержении их ложного мнения о Нем Он приводит слова Давида, возвещающего Его божество. Они почитали Его простым человеком, почему и сказали Давидов, «Спаситель же, исправляя это их мнение, приводит пророка, утверждающего, что Он Господь и истинный Сын Божий, и что Ему принадлежит одинаковая честь со Отцом». Впрочем, Он и на этом не останавливается. Но чтобы возбудить в них чувство страха, приводят и следующие слова пророка. «Донди же положу враги твоя под ножи и ног твоих». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 44. «Для того, чтобы, по крайней мере, этим средством обратить их к себе. А для того, чтобы они не сказали, что в этих словах Давида есть преувеличение, похожее на ложь, и что это просто лишь сказано по суждению человеческому, смотри, что говорит он. Как оба Давид духом Господа его нарицает». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 43. Смотри, с какой скромностью Он указывает на мнение и суд об нем пророка. Сперва Он сказал, что ся вам мнит, чий есть сын, чтобы этим вопросом побудить их к ответу. Потом, когда они сказали «Давидов», не сказал «Давид говорит однако же следующее», но опять в виде вопроса «кака оба Давид Господа его нарицает». Чтобы им не показалось противным его учение о божестве. По этой же причине Он не сказал «как вы думаете о мне», но о Христе. Поэтому-то и апостолы со всею скромностью говорили о патриархе Давиде. «Достои трещи с дерзновением о патриарсе Давиде, яко и умри и погребен бысть». Деяния апостолов, глава 2, стих 29. Подобным образом и сам Спаситель предлагает учение о себе в виде вопроса и рассуждения, говоря «кака оба Давид духом Господа его нарицает глаголя, рече Господь Господеве моему, сиди одесную меня, донди же положу враги твоя подножие ног твоих». И потом «аще уба Давид нарицает его Господа, как а сын ему есть». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 43 по 45. Этим он не отвергает того, что он есть сын Давидов, нет. Он и Петра не укорил бы за это, не только исправляя мнение фарисеев. Поэтому слова его «кака сын ему есть» имеют такое значение «он сын Давидов». Но не в том смысле, как вы разумеете. Они говорили, что Христос есть только сын Давидов, а не Господь. И так он сперва приводит свидетельство пророка, а потом уже исправляет их мнение со всею кротостью, говоря «аще уба Давид Господа его нарицает, как а сын ему есть». Но выслушав эти слова, фарисеи ничего не отвечали. Они совсем не хотели знать истины. Поэтому он сам наводит их на ту мысль, что он есть Господь Давиду. Но и это он говорит не прямо от своего лица, а приводя слова пророка, потому что они вовсе не верили ему и думали об нем худо. Смотря на это их расположение, ни в каком случае, конечно, не должно соблазняться тем, что Спаситель иногда говорит о себе уничиженно и смиренно, так как главную причину этого, кроме многих других, было то, что он в беседах с ними приноравлялся к их понятиям. Вследствие этого и теперь он предлагает им свое учение посредством вопросов и ответов. Но и таким образом он все же прикровенно указывает им на свое достоинство, потому что не одинаково важно было называться Господом Иудеев и Господом Давида. Далее посмотри, как благовременно предлагает он это учение. Сказав наперед, что Господь один, говорит потом и о самом себе, что Он Господь, и доказывает это не только делами своими, но и свидетельством пророка. И вместе с этим возвещает, что сам Отец отмстит им за Него, говоря, «Донде же положу враги твоя подножие ног твоих», и таким образом доказывая свое согласие и равное достоинство со Отцом. Этими словами Спаситель заключает беседу свою с фарисеями, представив им учение высокое, величественное и могущее заградить уста их. И они действительно с того времени замолчали не по собственному желанию, но потому что не могли ничего возразить. И таким образом получили столь решительный удар, что уже не отваживались более так нападать на Него. Сказано, «Не же смеешься, кто оттого днева спросите Его к тому». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 46. И это принесло народу немалую пользу. Потому-то Спаситель, прогнав этих волков и разрушив их злые умыслы, и обращает, наконец, свое слово к народу. Парисеи, будучи заражены тщеславием и преданы этой ужасной страсти, не получили от его беседы никакой пользы. И в самом деле страсть эта ужасная и многоглавая. Увлеченные ею, одни стремятся к богатству, другие к власти, иные к могуществу. Распростирая власть свою далее, она обращает себе в пищу и милостыню, и пост, и молитвы, и дар учения, да много еще и других глав у этого зверя. Впрочем, нисколько неудивительно, когда люди гордятся богатством и властью, но то странно и достойно оплакивания, когда они самый пост и молитву обращают в предмет своего тщеславия. Но чтобы, в свою очередь, не останавливаться здесь только на одних упреках, мы скажем и способ, как избегать этой страсти. С кого же прежде всего начать нам? С тех ли, кто тщеславится богатством или одеждою, или властью, или даром учения, или крепостью телесную, или искусством, или красотою, или нарядами, или жестокостью, или человеколюбием и милостынею, или пороками, или смертью, или распоряжениями, долженствующими совершиться после их смерти? Страсть эта, как я сказал, многоразличным образом опутывает нас и простирается даже за пределы нашей жизни. Потому и говорят, такой-то умер, и чтобы удивлялись ему, завещал сделать то и то. Поэтому же один хочет быть бедным, а другой богатым. Это-то особенно и ужасно, что страсть тщеславия находит себе пищу в предметах противоположных. Итак, против кого же нам вооружиться и ополчиться? А одного и того же слова обличения против всех этих видов тщеславия недостаточно. Хотите ли, чтобы я вооружился против тех, которые тщеславятся раздаванием милостыни? Я охотно желал бы этого. Я весьма люблю милостыню и скорблю, видя, как тщеславие портит ее и развращает, подобно какой-нибудь кормилице, которая, служа царской дочери, завлекает ее в постыдные связи, и которая, хотя и ходит за нею, но в то же время, к ее стыду и вреду, приучает ее к непотребным делам, убеждая презирать наставления отца и наряжаться, чтобы понравиться развратным и много раз осрамившим себя мужчинам, и для этого заставляет ее носить такие срамные и позорные наряды, которые могут нравиться сторонним людям, а не отцу. Итак, обратимся к тщеславным людям подобного рода и представим себе, что кто-нибудь подает милостыню щедрую рукою только на показ пред людьми. Таким образом, подающий милостыню выводит ее из чертога отеческого. В самом деле, Отец Небесный повелевает, чтобы даже левая рука не знала об ней, а подобного рода милостыня выставляет себя на показ и рабам, и всем встречным, хотя бы они совсем и не знали ее. Не видишь ли ты здесь и блудницу, и соблазнительницу, которая возбуждает к себе любовь в людях непотребных и с этой целью украшается так, как нравится им? Далее. Хочешь ли видеть, как тщеславие делает преданную ему душу не только блудницей, но и доводит до безумия? Посмотри ближе на ее чувствование. Вот она, оставив небо, бегает по распутиям и переулкам, гоняясь за рабами беглыми и невольниками, гнусными и безобразными, которые ненавидят ее и не хотят даже взглянуть на нее, а она горит к ним любовью. Что же может быть безумнее этого? В самом деле, люди никого столько не ненавидят, как домогающихся от них себе чести. Они сплетают на них множество клевет, и здесь бывает то же, как если бы кто царскую дочь, девицу, низведшись с царского престола, заставил отдаться на поругание гладиаторам, презирающим ее. Так поступают и люди. Чем более ты гоняешься за ними, тем более они от тебя отвращаются. Напротив, Бог, когда ты будешь искать чести у Него, по мере твоего усердия, будет и привлекать тебя, и утешать тебя похвалами, и воздаст тебе великую награду. Но если ты хочешь и с другой стороны видеть, насколько бесполезна милостыня, когда подаешь ее на показ и исчиславие, то размысли, какая постигнет тебя печаль, и какая нескончаемая скорбь будет одолевать тебя, когда возгремит пред тобою глаз Христов, ты погубил всю мзду свою. Счиславие и везде пагубно, но особенно в делах человеколюбия, так как здесь оно является крайней жестокостью, извлекая себе хвалу из чужих бедствий и почти ругаясь над живущими в нищете. Если указывать на свои благодеяния значит укорять облагодетельствованного, то не гораздо ли хуже выставлять их на показ пред многими? Как же нам избежать этого зла? Мы избежим его, когда научимся быть истинно милосердными и рассмотрим, у кого мы ищем славы. Скажи мне, кто первый учитель милостыни? Конечно, тот, кто примером своим научил нас ей, то есть Бог, который всех лучше знает и бесконечно оказывает ее. Что же, если бы ты учился искусству борьбы, на кого бы стал ты смотреть или кому стал бы показывать свои успехи в нем? Тому ли, кто продает овощи и рыбу или учителю этого искусства, хотя бы тех было и много, а этот один? И если бы все прочие стали смеяться над тобою, а он хвалил бы тебя, то не стал ли бы и ты сам вместе с ним смеяться над ними? Или если бы ты учился искусству бойцов, то не стал ли бы точно так же смотреть на того, кто умеет обучать этому искусству? Равным образом, если бы ты занимался красноречием, то не стал ли бы дорожить похвалами учителя красноречия и пренебрегать суждением других? Итак, не безрассудно ли в других искусствах обращать внимание только на одобрение учителя, а в делах милосердия поступать наоборот, и тем более, что вред в том и другом случае не одинаков? В самом деле, если ты борешься только для того, чтобы нравиться народу, а не учителю, то и вся беда имеет значение только по отношению к этой борьбе. Здесь же дело касается жизни вечной. Если ты через милостыню уподобляешься Богу, то будь же подобен Ему и в том, чтобы не делать ее напоказ. Когда Он исцелял кого-то, говорил, чтобы никому о том не сказывали. Но ты хочешь слыть между людьми милостивым? Что за прибыль? Прибыли никакой нет, а вред бесконечный. Так как те самые, кого ты призываешь в свидетели, отнимают у тебя, как разбойники, сокровища небесные, или, лучше сказать, не они, а мы сами, разграбляем свое стяжание и расточаем свое богатство, хранящееся в горних обителях? Вот новое бедствие, новое необыкновенное зло. Чего не истребляет моль, чего не похищает тать, то разграбляет тщеславие. Вот моль, истребляющая вечные сокровища. Вот тать, разграбляющая небесные блага. Вот похититель некродомового богатства. Вот что разрушает и развращает все доброе. Итак, когда дьявол видит, что страна эта недоступна ни для разбойников, ни для других злоумышленников, и что ее сокровищ не истребляет моль, расхищает их тщеславием. Субтитры создавал DimaTorzok